Я необычный путешественник, даже странный. Пока все вокруг разглядывают архитектуру и пробуют местную еду, я пытаюсь расслышать то место, где оказался. Ведь звуки всюду! Каждый город гремит, шумит и трезвонит по-разному. Отправляемся в акустическое приключение. Теперь вы не только увидите, но и услышите всё вокруг. В каждом акустическом странстве у меня три задачи. Записать самые интересные звуки, собрать их в одну мелодию и главное, выучить самую известную местную песню и с помощью неё заработать на что-нибудь вкусненькое. Эксперимент и ничего больше. Душанбе окружён горами, надеюсь, что звуками тоже. И надеюсь, что не только столица, а вообще весь Таджикистан. Друзья, меня зовут Руслан Фаршатов. Вы смотрите проект «Звуки всюду». Наше таджикское акустическое приключение начинается. Ассалам алейкум! Звуки всюду в Таджикистане. Только задумайтесь, это страна, которая на 93% состоит из гор. Таджикского название столицы Душанбе означает «понедельник». Почему? Да потому что в глубокой древности, когда город ещё был обычным кишлаком, здесь каждый понедельник был рыночным днём. Это место тогда так и называли – Душанбе Буазар. То есть «понедельничный рынок». Здесь каждое обыденное действие оборачивается чудесами. Пойдёшь в Чайхану, попадёшь во дворец. Пройдёшься по площади, услышишь полипоническую арию незнакомых птиц. Возьмёшь в руки камень, он превратится в узоры и цветы. Да что там, достаточно просто приехать в Таджикистан, чтобы тебя угостили вкусными вкусностями. И звуки, конечно, тоже подарили. Из которых я буду, кстати говоря, собирать музыкальную мозаику. Как называется лепёшка? Как? Нон чапоти. Нон чапоти? Слушайте, а это как бы вот всех так угощают, да? Идёшь, и тебе могут лепёшку подарить. Что она сыпется-то как, а, ребята? Давайте я вас тоже угощу. Держите. А как хрустит? А как хрустит? Записываем срочно. Ох уж этот замечательный момент, друзья, когда поиск звука совпадает с приготовлением еды. Понимаете? То есть сейчас целого барашка мы будем опускать в тандыр. Тандыр – это такая жаровня. Нечто среднее между огромным горшком и мангалом. На дне угли, вокруг глина. Здесь эта штука так же распространена, как и в России печка. Сейчас будем взвешивать его и будем закрывать. И вот здесь важно побыстрее уловить короткий момент, когда можно записать шипение мяса, томящегося над углями. Побыстрее, потому что его немедленно нужно закрыть и полностью запечатать. Берём просто такую глину. Да, да. Глину и замазываем всю эту историю аккуратно. Это всё будет готовить. Итак, прошло у нас полтора часа. Всё, да. Ариф, сейчас мы должны открыть крышку. Ребята, ну мягкая, нежная, ароматная баранина, она существует. Она здесь, в Каджикистане. Не звуками одними, сыты акустические путешествия. В Каджикистане, как и везде, мы проводим проверку популярности одной местной песни. Эквивалент признания – это количество монет, а может даже и купюр, которые местные жители оставят в тюбетейке музыканта. Ну, то есть меня. Если хватит на ужин, значит и песня хорошая, и я постарался. Задача какая? Чтобы все подумали, что я таджик. Подождите, посмотрите на меня. Чем я не таджик? Нет, а чём? А вот так? Да. Всё. Сейчас, вот сейчас, дошли до произношения. Ой, красиво поёте. И девчонки красивые. Вот куда надо приезжать, ребята. Видимо, песню знают почти все, хотя она и ненародная. Такой популярный её сделал автор моборок-шоу «Мирзашвы», которого уже нет с нами, но он до сих пор один из самых любимых исполнителей в республике. Вместе с ним песню записывали и играли музыканты группы «Шамс». Они уже лет 30 собираются в этой таджикской версии андеграундного рок-клуба. И собираются, и жгут. Сейчас все музыканты, кого вы видите в этой студии, это люди, которые в оригинале исполнили песню, записали её. И вот сейчас какая ответственность передо мной, да, сейчас? И не одну песню. И не одну песню. Но вот именно эту песню, как я сейчас могу, какое вообще имею право взять гитару и с вами её исполнить? Никакого не имею права. Но с вашего разрешения попробуем. Значит, что у меня точно не получается, это я прям чувствую. В мелизме, да? Вот главное, тут петуха мне не дать. Ну, это у вас есть только понятие петуха дать? Конечно. Вот это когда «Ва в шимааа» туда уходит. Да, да, да. Да, нет. «Ва в шимааа». Это ему учат прям? Это прям музыкальный шкаун? Нет, 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 нет. Это дядюку как это? Молоко матери. Молоко матери. Молоко матери. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Это очень круто! Есть потенциал? У меня получится ее выучить? Как вы думаете? Сейчас все пару раз пройдет Можно уже завтра с нами на свадьбе Ребята, я сейчас вспотел даже не от того, что... Это честь с вами исполнить эту композицию А как бы из-за того, что мне было просто страшно На Востоке почти любое маломальско значимое сооружение может быть дворцом Рынок-дворец? Запросто! Или что еще? Ну вот, это чайхана! Разве не дворец? Дворец же! А внутри невозможно поверить, что видишь все это собственными глазами Я нахожусь в Кахи-Наврус Это уникальная достопримечательность в Таджикистане В этом дворце в качестве гостей могут быть и президенты, и простые люди Но всех без исключения встречают вот эти, вот посмотрите, огромные резные деревянные двери Красный Орех Причем их здесь около 40 штук Они все разные, представляете? Вот смотрите У каждой свой рисунок, свой узор с двух сторон Но где звук? Что здесь делает акустический путешественник, спросите вы? Как же, ребята? Смотрите, слушайте Нет, это так себе Слабовато Давай еще раз Спрашивается, как так вышло, что чайхана выглядит шедевром искусства? Дело вот в чем Задумывали здание, как самую большую чаевну Позвали, значит, народных ремесленников, чтобы ее украсить Все как положено Но мастера так увлеклись, что всю работу по отделке взяли на себя Внимание! Здесь 40 тысяч квадратных метров ручной работы Это примерно по 10 квадратных метров на каждого мастера Про чайхану забыли? Теперь это дворец У каждого зала свое имя и особенности Один весь покрыт сусальным золотом Другой отделан флорентийской мозаикой Третий резьбой по гипсу Четвертый роспись В общем, так выглядит великолепие по-таджикски А это самый драгоценный зал Здесь все вокруг сделано из дерева Это сибирский кедр Он выделяет смолу И дышать здесь полезно для здоровья Солить удивительно Кохин Аврус, наверное, не был бы так хорош, если бы не искусная Тончайшей работы каменная мозаика Такие чудеса мы видим только во дворцах А рождаются-то они в обычных мастерских В шуме, в жужжании В тех самых звуках, за которыми я как галтелый гоняюсь по всему Таджикистан И ведь не зря? Джамшат, мы у вас в гостях Потому что узнали, что вы придумали совершенно свою технику создания мозаики Которую еще можно назвать таджикской Таджикской, потому что камни таджикские Эта техника вообще фланетической мозаики А вы привнесли туда? Ну, свой акцент Техника обработки, то есть там немножко другая обработка И это происходит вот здесь, за этим станком? Все, только самый простой станок Который можно придумать Мотор крутит пилу Давайте пройдем посмотрим Давайте попробуем Шумеет единственное что, но это шум Мы за этим шумом джамшеты и пожаловали к вам Простой станок и благородный таджикский лазурит Здесь поют хором Я думаю, именно этот звук добавит немного дабстепа в наш трек Мы, я не знаю, уже перерезали там миллион пластинок, наверное И они не повторяются Вот удовольствие в этой работе, потому что повторений нет Еще одно из удовольствий, это мы ездим в горы Мы собираем камни Потому что вы добываете его Ну да Вы же его не закупаете, вы его сами привозите Ездим, собираем то, что нужно У нас есть своя карта в голове, где находится тот или иной камень То есть это не пойти на базар и купить килограмму Это этого черного цвета, красного цвета или еще что-то Мог бы я у вас прямо сейчас чуть-чуть опыта перенять, практического? Почему нет? Доверите мне лепесточек? Да попробуем Маленький Тыва идет очень плавно Как по маслу Вы хотите здесь зависнуть в этом деле? Примерим? Примерим Я ее оставлю Правда вы оставите? Да, серьезно Буду надеяться, что это не просто для того, чтобы меня не расстраивать Я очень рад, что вот маленькая частичка меня останется в Таджикистане Спасибо большое Будет замечательно Вот насколько легко, да, интересно подойти к девушкам и заговорить Давайте посмотрим Чего не хватает мне, чтобы прям вот по-таджикски зазвучало? Чтобы вот все послушали и сказали, ооо, настоящий таджик Чего более агрессивно петь? Да, да Подождите Сазовором Сазовором Но подождите, девчонки, это же песня о любви Если мой эксперимент с песней прокатит и местные жители благосклонно накидают мне монет за исполнение Значит, ужинать я отправлюсь в эту маленькую, вот такую типичную таджикску чайхану Сейчас же изучу меню и запланирую, что буду есть Вот, вот и меню Так, вот, смотрите, густре это с мясом 20 сомани, это куртобе 14 сомани Да, простой Ну, в общем, 20-25 сомани нужно, чтобы покушать, да? Ну, вот, как бы нормально Дело в том, что мы сегодня будем петь местную известную песню Ай, я рамбью Знаешь? Знаешь, нет? Ну вот Короче, будем петь на улице, и нам будут деньги бросать шляп Вот, тебе тейк Получится, я вернусь Ладно? Спасибо Уже хочется кушать, не могу, ребята Цель эксперимента поставлена Теперь я точно знаю, на что буду зарабатывать А как буду зарабатывать? Ха, петь буду А что буду петь? Да весь Душанбе знает, что я буду петь Мне уже все подпевают Из-за меня Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создал DimaTorzok Послушайте, как мы поем Запишите с нами трек Не в жизни, а в бесконечной камере Но запись вокала я им все-таки устрою Здесь в ботаническом саду Мы оказались в павлине ферме Здесь 54 птицы Ну, сами понимаете В это семейство выпендрежников Вот, собственно, звук, за которым мы пришли В это семейство выпендрежников Ходят не только пернатые Ну и артисты Музыки Артисты, музыканты Певцы Поэтому у вас сейчас уже не 54, а 55 Мы пришли за вашим звуком, ребята Пишем Так, все, отпускаю О, это к деньгам, да? Значит, получится в песне-то заработать Есть салфетка? Давай я в куртку тогда Я продолжаю свой путь по Таджикистану И на пути меня почти оглушает стихия Мощная, монументальная Как это обычно и бывает в горах А вот если и объявлять охоту на шум водопадов То именно весной Потому что именно в это время года Они максимально дерзкие Посмотрите, этого парня зовут Такок А в расстевании, как-то наверху Он как будто бы даже такой Замедляется И потом об землю Как-то расшлеп Вот так вот Хочешь купаться? Вот если вы сейчас откроете электронную энциклопедию На статье Таджикистан И прочитаете То всю жизнь будете уверены Что здесь чистые субтропики Посмотрите на меня Весна, ребята Канун Навруза А я на лыжах Посреди Таджикистана Да, на каждой из этих гор Можно встретить сразу все сезоны И бегать по нетоптанному снегу Хоть круглый год Хотя я бегать не буду Есть более быстрый способ С горочки спуститься Слушайте, ну Каждый раз как первый Как каракати Просто что хотел сказать В чем еще прелесть Таджикистана, друзья Когда угодно приезжаешь И получаешь подарок Сразу четыре времени года Так что если вы думали, что Хруст снега Здесь никто не слышал То ошибались Знаете что? Давай лучше пешком От греха подальше Нам здоровье важнее Еще песню петь Поэтому Пойдем пешком Подумаешь Два километра вниз Ничего Погода хорошая Солнечная Слушайте, ну Снег блестящий Воздух Горный Склон Великолепный На улице Кажес может Прокатиться А еще нет В экстремальной Так что Эх Сирен Есть Ребята Давай Это было неожиданно В конце Вот этот вот тормоз Ребята Но есть точно Один плюс В том Что я летел Закрытым ртом Я его не простудил И будет чем петь Я тут думал Как Кончилось солнце Кончился съемочный день Куда там Как только Стемнело Как только Зачехлили Все камеры И микрофоны Обрушился Такой звук Который Я услышать Точно не планировал Срочно писать Срочно узнавать Что здесь творится Слушай, как слышно вообще Громче говорить Ребят Ребята А я не понимаю Что это за гул вообще Нигде никогда Такого не слышал Это точно не сороки Точно не вороны Не воробьи Сейчас уместность прощет Вот это кричат Ворона Какая что-то ворона Ворона черная Что я ворона не видел Либо сороки Либо Да, сороки А вот это Да, вот это Кто и кричит Я не знаю Девочки Вопрос Это кто орет Майна На таджикском Майна 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 Да Парни, привет Скажите, что за птицы орут Сейчас я позвонил Позвонишь Кому Отцу Звонит папе, чтобы узнать Как это называется Индийский скворец Майнушки На таджикском Индийский скворец Так и записываем Название и звук В итоге выяснилось, что майнушки Индийские скворцы Или еще говорят Саранчевые скворцы Попали в эти места Чуть ли не случайно И совсем недавно Им здесь удивлялись Точно так же, как я В течение одного человеческого поколения Они прижились И расплодились так Что стали Самой распространенной птицей А почему некоторые их зовут Воронами? Так потому что Они, как попугаи Умеют классно подражать звукам Например, каркать Чирикать И могут даже Научиться говорить По-человечески В общем, птицы оркестра Говорят Некоторые даже их Дома держат Ну я бы точно Эту площадь переименовал В площадь Майнушек Пока не знаю Как этот галдеж Ляжет на наш Звуковой трек Но звук вот такой Опа Друзья Хочу Познакомить вас С одним из лучших Не побоюсь этого слова Битбоксерами Душанбе Фирус И Матеуш Салам алеку всем Нашел ребят в интернете Написал им Они согласились На наш акустический эксперимент А именно Исполнить песню Аэром бьё Под битбокс И еще у вас Несколько идей, да? Да Вообще на самом деле Чтобы вы понимали Эту песню Она по-настоящему Практически народная Да? Конечно Ее знают все абсолютно Все-все Таджикистанцы знают ее Да Эта песня в душе Каждого таджика Вот И в каких только стилях Ее не исполняли Мы попробуем Сделать это необычно Да? Давайте просто Поэкспериментируем Хочется, чтобы Это была такая импровизация Давай попробуем Все Выучил Спел, наверное, сотню раз За целый ты день Скоро уже скоро Нужно будет выходить С этой песней Народ Так что ради Крутого звучания И колорита Решил создать коллаборацию С таджикскими мастерами Ну что, друзья, у нас получается все готово Для исполнения песни Ну а на сегодня это все Мы заканчиваем день в Душамбе Но у нас есть еще один А это значит Завтра будет еще больше звуков Сделанных в солнечном Таджикистане Поэтому Подключайся к нашему Следующему Акустическому приключению Как будет До свидания По Тобозди Хай Тобозди До встречи До встречи Что дальше А дальше у меня второй день День путешествия По пышному Таджикистану Я добавлю В трек Звуки Национальной борьбы Клич Невиданного Гессарского Барага Да и немного Козлодрай Добавлю Электросаунда Приправлю Хрустом Снега И немного Фольклорных шумов С грядущего Навруза И таджикских дворов А пока У меня только Половина трека Так что Держу Акустические агрегаты В бастро И остаюсь Таджикистане